Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня по предмету профессиональная психология будем разбирать тему психопатия и психогенные заболевания. Материал подготовила Джамала Ватазаку Личанабековна, преподаватель Кыргызско-Узбекского университета медицинского колледжа цикла терапевтических дисциплин. По плану будем разбирать, что такое психогения, классификация, определение и лечение психических заболеваний. Целью занятий является образовательное – обучить освоение студентами знаний, умений и навыков по своевременному распознаванию психических расстройств. Развивающие – развивать личностную, групповую активность и мыслительную активность учащихся. Воспитательное – воспитать интерес к изучению психологии и повышать развивательную активность учащихся. Психогенные заболевания или психогения – это класс психических расстройств, вызванных воздействием на человека неблагоприятных психических факторов. Болезни возникают после психической травматизации человека. Она сопровождается, как правило, гаммой отрицательных эмоций, гнева, интенсивного страха, ненависти и отвращения. Психогенные заболевания делятся на две группы – реактивные психозы и неврозы. Неврозы, в свою очередь, делятся на три группы – невростения, истерический невроз, невроз навязчивых состояний. Разберем, что такое невроз. Невроз – это состояние, обусловленное в большинстве случаев длительными, тяжело переживаемые стрессовыми ситуациями, которые, срывая психологическую адаптацию, вызывают истошение нервной системы, сочетание раздражительности и повышенной утомляемости, тревогу и выкатативные нарушения, такие как потливость, сердцебиение, нарушение работы желудка. Соматические симптомы. Со стороны нервной системы наблюдается головокружение, дрожь в теле, нарушение цена, тревога, страх, быстрая утомляемость, головная боль, снижение настроения и подавленность. Со стороны сердечно-сосудистой системы – учреждение сердцебиения, нарушение сердечного ритма, неприятное отношение в области сердца, покалывание тяжести, резкое колебание артериального давления. Со стороны пищеварительной системы – сухость во рту, снижение или отсутствие аппетита, воздутие живота, запоры или поносы. Со стороны дыхательной системы – ощущение комка в горле, ощущение нехватки воздуха, частая зевота. Со стороны мочеполовой системы – частые позывы к мочеспусканию, снижение полового влечения, зуд в области половых органов. Со стороны терморегуляторной системы – повышенное потоотделение. Психические симптомы – навязчивые мысли и действия, чувство страха и тревоги, перепады настроения, повышенная чувствительность к стрессам, обидчивость, раздражительность, ранимость, плаксивость, быстрая утомляемость и хроническая усталость. Причиной неврозов часто являются длительные психоэмоциональные и физические нагрузки, умеренные интенсивности, безвозможность расслабляться и восстановить силы, то есть хронический стресс. Возникновению неврозов способствует неумение расслабляться и трудоголизм. Некоторые люди от природы плохо переносят длительные нагрузки и поэтому склонны к переутомлению. Дополнительным фактором развития неврозов является истощающий организм заболевания. Неврастение – наиболее распространенная форма неврозов, выраженное ослабление нервной системы в результате перенапряжения раздражительного и тормозного процесса. Клиническая картина. Сочетание повышенной раздражительности и возбудимости с повышенной утомляемостью и истошаемостью. Больной начинает замечать у себя несдержанность, ранее иммуниисходственную, по случайному и малозначительному. Вспышки возбуждения непродолжительны, но могут часто повторяться. Слезливость или нетерпеливость, суетливость. Больной не может ждать, старается все сделать скорее, невзирая на утомление. От раздражения больной легко переходит к слезам. Истерический невроз – это группа психогенно обусловленных невротических состояний с самотовегатативными, сенсорными и двигательными нарушениями. Является второй по частоте форма невроза. Значительно чаще встречается в молодом возрасте, причем значительно чаще у женщин, чем у мужчин. И особенно легко возникает у лиц, страдающих психопатией истерического округа. Больные истерическим неврозом отличаются повышенной чувствительностью и впечатлительностью, внушаемостью и самовнушаемостью, неустойчивостью настроения и склонностью привлекать к себе внимание окружающих. Жажда признания. Невроз навязчивых состояний объединяет различные невротические состояния навязчивыми мыслями, идеями, представлениями, влечениями, действиями и страхами. Навязчивые явления весьма многочисленны и разнообразны. Наиболее типичны фобии, а также навязчивые мысли, воспоминания, сомнения, действия, влечения. Чаще встречается кардиофобия, канцерофобия, лисофобия, навязчивая боязнь сумасшествия. Оксифобия, навязчивый страх острых предметов. Клаустрофобия, боязнь закрытых помещений. Агрофобия, боязнь открытых пространств. Навязчивые страхи высоты, загрязнения, боязнь покраснеть и другие. Навязчивые явления непередельными возникают вопреки желанию больного. Больное относится к ним критически, понимает их чужтость, стремится их преодолеть, но самостоятельно освободиться от них не может. Лечение неврозов. Консультативная помощь со стороны психиатра или психолога. Разрешение внутри- и межличностных конфликтов. Применение препаратов, нормализующих баланс нейромедиаторов, специальных молекул, осуществляющих передачу импульсов и взаимодействия структур головного мозга. Антидепрессанты. Телектра, актапароксетин, эфаволон. И достаточно от их курортное лечение. Психопатия. Это патологическое состояние и поведение личности, от которого страдает и сам человек, и окружающие его люди. Если черта характера зашкаливает так, что серьезно мешает жить и тебе, и другим. Причины. В основном подобные расстройства личности являются врожденными. Малыш уже рождается с определенными чертами, но бывают ситуации, когда развитие аномалии характера прежде всего связано с неблагоприятной ситуацией. Сочетание исходных, свойственных данному человеку, черт характера неблагоприятной ситуации способствует закреплению аномального поведения. Примером нестандартных социальных ситуаций, которые ухудшают течение расстройства личности, может быть пребывания в детском доме в тюремном заключении. Психопатия делится на истерическая психопатия, неустойчивая психопатия, астеническая психопатия, психостеническая психопатия, шизоидная, параноидная и возбудимая психопатия. Психостеническая психопатия отличается повышенным уровнем тревожности, боязливостью, неуверенностью в себе, крайне повышенной чувствительностью к психотравмирующим обстоятельствам, дезадаптированностью в психически напряженных ситуациях, их интеллектуальное построение, жизненные планы оторваны от реальных условий жизни. Они склонны к болезненному мудрствованию, интеллектуальной жвачке. Застойному самокопанию любят пилить опилки навязчивым идеям. Возбудимые или взрывчатые психопаты отличаются повышенной раздражительностью, постоянным пребыванием в состоянии психического напряжения, взрывной эмоциональной реактивностью, доходящей до неадекватных приступов ярости. Для них характерна повышенная требовательность к окружающим, крайний эгоизм и самолюбие, недоверчивость и подозрительность. Они упрямы, неуживчивы, конфликтны, мелочно придирчивы и властны, в общении грубые, а в гневе крайне агрессивны, способны нанесить жестокие побои, не останавливаются даже перед убийством. Истерические психопаты отличаются главным образом жаждой признания. Они стремятся к внешнему проявлению своей значимости, демонстрации, способного происходства, склону к театральности и рисовке, позерству и внешней эффективности. Их тяга к преувеличениям часто ограничится с ложивостью, а в восторге и огорчении проявляются бурно и экспрессивно. Театральные жесты, заламывание рук, громкий продолжительный смех и рыдание, восторженные объятия и обиды на всю жизнь. Стратегия их жизни – быть в центре внимания любыми средствами, безудержным сантазированием, постоянной ложью, погоня за признанием, они не останавливаются даже перед самооговором. Параноиальные психопаты или параноики отличаются повышенной склонностью к сверхсценным идеям. Это обусловлено крайней узостью их мышления, однонаправленностью интересов, повышенным самосомнением, эгоцентризмом, подозрительностью в отношении других людей. Низкая пластичность психики делает их поведение конфликтным. Они постоянно находятся в борьбе с мнимыми врагами. Основная их направленность – изобретательство и реформаторство. Шизоидные психопаты. Они высокочувствительны, ранимы, но эмоционально ограничены. Холодные аристократы. Деспотичны. Их психомоторика дефектно-неуклюжа. Они педантичны и аутичны. Отчуждены. Вразделены к социальному окружению. Их социальный контакт затруднены. Они холодны, жестоки и бесстеремонны. Обидчивы и подозрительны. Их настроения подвержены периодическим расстройствам. Дисфория. Приливы злобной тоски, страха, подавленности вызывают у них повышенную придирчивость к окружающим. Осинистская психопатия. Характерна с детства повышенный рог. Вкость, стеснительность, нерешительность, впечатлительность. Особенно теряются в незнакомой обстановке и новых условиях. Испытывая при этом чувство собственной неполноценности. Довольно часто не выносят ввида крови, резких перепадов температуры. Болезненно не реагируют на грубость и бестаркность. Но их реакция недовольства может выражаться в мочеливой обидчивости. Часто бывают различные выгодительные расстройства. Головные боли, неприятные ощущения и в области сердца. Желудочно-кишечные нарушения, потливость, плохой сон. Они быстро восстешаемы, склонны и фиксациями на своем самочувствии. Не устойчивая психопатия, повышенная подчиняемость внешним влияниям. Это слабовольные, легко вынушаемые, бесхарактерные личности. Легко поддающиеся влиянию других людей. Они нередко попадают в дурную компанию, спиваются, становятся наркоманами, мошенниками. На работе такие люди необязательные, недисциплинированные. С одной стороны, они всем дают обещания и стараются угодить. Но малейшие внешние обстоятельства бывают их из колеи. Они постоянно нуждаются в контроле, в авторитетном руководстве, в благоприятных условиях. Они могут хорошо работать и вести правильный образ жизни. Лечение. Психопатия используется как методы психотерапевтического воздействия. Это разъяснительная психотерапия, аутогенная тренировка, гипноз, семейная психотерапия. Так и медикаментозное лечение. Психотерапные препараты назначаются индивидуально с учетом психопатологических реакций и личностных особенностей. У личности с промышлением эмоциональным колебанием успешно применяют антидепрессанты. При выраженных исторических реакциях наибольших дозы нерелептиков. Аминозин, трифтозин. При состоянии злобности, агрессивности, также нейролептики, тизерцин, калабриидо. При выраженных отклонениях поведение успешно используются. Корректоры поведения неулептил, санопакс. Используемые литературы. Островская психология. Петровая психология для медицинских специальностей. Полянцевая психология для средних медицинских учреждений. Спасибо за внимание.